Традиционно в конце года мы подводим экономические итоги года уходящего и планируем, рассматриваем сценарии развития экономики Украины на следующий год. Традиционно мы рассматриваем три сценария, но вначале мы подведем итоги. С чем мы закончили 2018 год и к чему нам готовиться в следующем году. В 2018 году ситуация в экономике Украины развивалась в рамках базового прогноза Украинского института будущего. Третий год подряд ВВП растет в пределах 2,5-3,5% в год, что критически мало. Во-первых, доллары ВВП по итогам этого года все равно остаются ниже докризисного, когда в 2008 году размер экономики был 188 миллиардов. И по итогам 2018 года размер украинской экономики будет 130-131 миллиард долларов, что критически мало. Во-вторых, мировая экономика растет значительно быстрее украинской. Мировая экономика растет на 3,7%, развивающиеся страны растут в среднем на 4-8% в год. Для примера, экономика США в этом году вырастет на 2,9% в год. То есть мы отстаем практически от всех. Драйвером роста экономики стало частное потребление и инвестиции. За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций составил 12,5 миллиардов долларов. Реальный прирост с учетом инфляции примерно 20% по итогам года. По итогам этого года мы ожидаем около 19-20 миллиардов долларов капитальных инвестиций. В прошлом году было 16. Внешние инвестиции в январе-сентябре составили 1,5 миллиарда долларов. И по итогам года мы ожидаем примерно 2 миллиарда долларов. На данном слайде вы можете видеть сравнение прогнозных показателей Украинского института будущего на 2018 год. И фактические данные. Как видите, достаточно близко с прогнозом, который определил Украинский институт будущего. Мы достаточно близко определили темпы развития украинской экономики. Заложив 2,9% по итогам года, согласно прогнозу НБУ, рост будет 3,1%. Инфляция оказалась несколько ниже, чем прогнозировал Украинский институт будущего. Это в том числе было вызвано жестким регулированием со стороны Национального банка. И неоднократным повышением учетной ставки, которая к концу года будет около 18%. Курс оказался более оптимистичен, чем мы планировали в базовом сценарии. И это вызвано в том числе благодаря росту сырьевых рынков, которые обеспечивали рост поступлений валютной выручки в Украину. А также росту поступлений от зарабячан, которые по итогам этого года перечислят в Украину не менее 11-12 миллиардов долларов. Зарплата украинцев находится в рамках прогноза, который определил Украинский институт будущего на 2018 год. 2019 год для Украины несет целую группу вызовов, как экономических, так и политических, с которыми нам нужно справляться. Среди экономических можно отметить рост вероятности мирового кризиса, который приведет к падению цен на сырье, доходов украинских экспортеров, падению поступлений в бюджет и отток капитала из Украины. Кризис в Европе может начаться из-за долгового кризиса Италии, который может раскинуться на более широкий круг стран. Возможным риском 2019 года являются долговые проблемы развивающихся стран. Может начаться волна дефолтов, и Украину эта волна не обойдет стороной, потому что, выходя на внешние рынки, кредиторы могут оценивать риски украинских заимствований гораздо выше, чем оценивали в 2018 году. Важным риском является повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США, а также отток капитала из высорки рисковых активов. В этом году мы уже наблюдаем отток прямых иностранных инвестиций из Украины. Также риском для глобальной экономики являются протекционизм и регионализация, которые можем наблюдать, в том числе вследствие торговых войн, которые развернулись между США и Китаем. Выборы в парламент и Европейского Союза также могут нести в себе зону непредсказуемости для определения партнеров экономических и политических для Украины. Ну и политика восточных членов ЕС, миграционно-экономическая, может создать дополнительные риски для украинской экономики. Серьезной зоной непредсказуемости является кризис Российской Федерации. Уже сегодня можно наблюдать повышение фискальной нагрузки на локальный бизнес и проблемы, которые возникают в некоторых секторах российской экономики. В том числе вследствие падения цен на нефть, одного из важнейших источников валютной выручки России. Говоря о внешних вызовах, важно говорить, что Украина имеет достаточно много внутренних вызовов, с которыми нам придется пройти 2019 год. Это и падение объема инвестиций, как внутренних и внешних, в преддверии выборов. Это ухудшение сальдо текущих операций и состояние платежного баланса, который будет уходить в минус. Девальвация. При негативных сценариях мы можем иметь курс доллара от 32 до 34 гривен за доллар к концу 2019 года. Инфляция может также оказаться выше целевых показателей Национального банка. Сдерживая инфляцию, Национальный банк может поднять учетную ставку выше 20%. Это в том числе будет стимулировать отток капитала из Украины и создавать дополнительные проблемы для выплат по внешних обязательствам Украины и, возможно, приведет к дефолту. Политические вызовы. Парламентские и президентские выборы, дестабилизация, провокации, протесты, митинги могут привести к снижению деловой активности и будут требовать от инвесторов более внимательного подхода к нашей юрисдикции. Замораживание реформ. Не стоит в выбранный год ожидать завершения ожидаемых бизнесом реформ. Мы не увидим ни налога на выведенный капитал, скорее всего, не увидим снятия моратория на землю и завершения реформы энергорынка. Эскалация военной конфликта остается одной из зон риска, которая, возможно, повлияет на экономику Украины в следующем году. Но вероятность это будет возрастать ближе к концу года, когда Россия будет видеть результаты выборов и, соответственно, понимать последствия для себя. Также зоной риска является внесение изменений в Конституцию Украины в случае победы на выборах некоторых президентов. Предсказать формат этой Конституции сегодня достаточно трудно. Говоря о рисках 2019 года, важно помнить, что помимо риска в 2019 год несет в себе и возможности. Одна из ключевых это смена политических элит, которая может в следующем году утвердить долгосрочную стратегию развития экономики Украины и начать ее реализовывать, что является хорошим сигналом как для внутреннего, так и внешнего бизнеса. Важной возможностью является реструктуризация долговых обязательств. В следующие 7 лет Украина должна выплатить по внешним долгам больше 40 миллиардов долларов. И проведение эффективных переговоров могут позволить Украине в ближайшие годы снизить долговую нагрузку. К слову, в 2019 году мы около 40% бюджета будем направлять на погашение внешних долгов, что является критически тяжелой нагрузкой для украинской экономики. Следующая возможность это, конечно, завершение судебной реформы. Ведь без наличия работающих правил ни внутреннему, ни внешнему инвестору в экономике делать нечего. Это очень высокие риски. И эту возможность необходимо реализовать. Используя дипломатические и внешнеэкономические контакты, Украина может привлечь группу стратегических инвесторов в Украину, как в энергетику, так и в инфраструктуру. Единственное, что этим нужно системно заниматься. Традиционно мы рассматриваем несколько сценариев развития украинской экономики на 2019 год. Как пессимистичный, реалистичный, так и оптимистичный. И они отличаются следующим. Базовый сценарий на 2019 год. Реальный гривень ВВП вырастет на 1,5%. Долларовый номинальный ВВП по итогам года составит 135 млрд долларов. Вероятность данного сценария 70%. Он считается базовой. Сырьевые рынки движутся в боковом тренде или показывают вялый рост. Экспорт из Украины сокращается на 0,3% по итогам года. Импорт растет на 1,6%. В итоге дефицит торгового баланса увеличивается до 11 млрд долларов. Сальдо текущего счета увеличивается до 4 млрд долларов. Это 3% ВВП. Переводы зарубичан продолжают поддерживать сальдо платежного баланса в плюсе. Украина получает раньше МВФ до 2 млрд долларов и размещает евробанды при поддержке международных институций. Это позволяет осуществить запланированные выплаты по внешним долгам, но резервы Насбанка к концу 2019 года опустятся ниже 17-18 млрд долларов. Доллар в течение года поднимается выше 30 грн. на фоне поничьих настроений и спекуляций в преддверии выборов. Но среднегодовой курс составляет 29,7 грн за доллар. Инфляция к концу 2019 года на уровне 8% к декабрю 2018 года. Рост социальных стандартов в пенсии минимальной заработной платы стимулирует внутреннее потребление. Оно становится драйвером роста экономики наряду с ростом госрасходов. Объемы инвестиций в долларовом выражении снижаются на 5% в сравнении с 2018 годом. Внешние инвестиции за весь год находятся на низком уровне и составляют до 2 млрд долларов. Один из ключевых рисков Украины в 2019 году связан с выплатой внешних долгов. В перспективе 7 лет Украине предстоит выплатить более 36 млрд долларов. Это обслуживание и погашение внешнего госдолга Украины. Украина выйдет на внешние рынки заимствований. Стоимость заемных средств будет расти. Эта тенденция продолжится. Будут расти процентные ставки и обслуживание обойдется Украине дороже. В 2019 году выплаты по внешним долгам составят больше 6 млрд долларов. Согласно бюджету Минфин планирует привлечь 5 млрд на рефинансирование. Если этот план не будет выполнен, то средства на погашение долгов возьмут из резервов и на межбанки. При негативном сценарии, если не будет притока инвестиций и с риск, что резервы упадут до 9-10 млрд долларов, что критически мало и составляет меньше 2 месяцев импорта. Достаточно хорошим фактором для 2018 года были поступления от зарубежчан в Украину. При сравнении с 2017 годом, когда мы получили около 9 млрд, в 2018 году мы ожидаем поступления на уровне 11,5-12 млрд долларов. Именно этот фактор был влияющим на стабилизацию валютного курса и пополнение золотовалютных резервов Украины. В случае начала кризиса Украине нужно быть готовым к тому, что мы не сможем финансировать внешние долги, привлекать новое финансирование. Упадет стоимость сырьевых активов, которые мы экспортируем, соответственно упадет валютная выручка. Мы можем получить серьезную волну девальвации, соответственно инфляции и обеднения населения. 2019 год будет непростой для Украины, но он будет знаковый и будет определять тенденции развития на следующие 5 или 10 лет. От того, кого мы сберем в парламент, кто будет президентом, зависит вектор развития страны. А понимание рисков 2019 года позволит нам их минимизировать и пройти его более комфортно для экономики и для граждан Украины. Продолжение следует...